Сейчас в республике 16,5 тысяч малоимущих семей. Повышать их благополучие будут при помощи социального контракта. Важное условие – супруги с детьми не должны состоять на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Возможности для семей на самом деле открываются значительные, потому что мы в первую очередь пытаемся действительно побороть как таковую бедность, то есть дать семье деньги на основании договора её с государством. И все практически возможные и доступные способы её выхода из бедности, а их в нашем универсальном перечне мероприятии более 30, мы все поддерживаем. Контракт будут заключать на полгода и выплачивать семье ежемесячное пособие на каждого ребёнка по 5 тысяч рублей. Ещё полторы тысячи получит каждый родитель. Таким образом, как это чаще всего бывает, полная семья с двумя детьми будет получать 13 тысяч рублей в месяц. В нагрузку – обязательства со стороны получателей. Взрослым будет предложено либо трудоустроиться, либо пройти переобучение с этой же целью. Государство же поможет и определить ребёнка в детский сад. Меры могут быть совершенно разными. Главное, чтобы они помогли решить основную задачу – повысить доходы семьи. Эксперимент только в этом году в двух районах – Сосногорском и Карткиросском – обойдётся почти в 95 миллионов рублей. Республика Коми в числе первых регионов, которые приступили к исполнению задач по снижению уровня бедности посредством социальных контрактов, озвученных в послании президента. Работа в этом ключе ведётся адресно с акцентом на семью. Семейный контракт – это эксперимент, разработанный в Республике Коми, который будет проводиться впервые в России. При разработке семейного социального контракта использовался многолетний опыт предоставления в Коми государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также международный опыт и полномасштабные исследования научно-исследовательского финансового института. Обычно население встречает подобные инициативы настороженно, опасаясь повышенных требований, и просто не справится. В региональном министерстве труда говорят, что не будут запрашивать сверхстрогую отчётность и исполнительность, ведь это сегодня эксперимент для всех. Муниципалитеты, в свою очередь, готовы к большой разъяснительной работе. И лишь первые итоги покажут, насколько принятый курс был верным. В случае успешного опыта программа будет применяться уже на территории всего региона.